Всем привет! Обзор рынка Криптовалют сегодня у нас 25 декабря, Рождество И по сложившейся традиции в прошлом ролике, он был, кажется, неделю назад, 18 декабря, да, неделю назад Сейчас я посчитал, если вложил бы в начале декабря 100 долларов, на счету было бы 139 Ну, то есть у меня-то была другая сумма, но в процентном соотношении я заработал 39 долларов Единственное условие, что это сейчас не зафиксированная прибыль, потому что я все еще нахожусь в позиции Давайте посмотрим на рынок, что мы тут имеем Так, это у нас часовик, давайте откроем хотя бы 4-х часовик Так, мы имеем снижение, так, это я рисовал, я помню, в прошлый раз Я так условно рисовал, помню Мы имеем снижение, то есть, причем снижение довольно сильно Если сверху, это порядка 7%, ну 7,5, ну 7%, да Что, конечно же, не может не радовать Потому что, в общем, ситуация у нас до сих пор медвежья И у нас не было никакой еще панической распродажи, прежде чем дальше пойдет рост В принципе, у нас есть довольно крупные объемы По сравнению с тем, что было, это лучше, наверное, смотреть на дневки Они в среднем, единственное, что вот в моменте в сентябре они были чуть пониже Это, конечно, немножко бычий сигнал, но пока что я смотрю, что мы идем вниз И это хорошо Также можно посмотреть на лонги, которые начали закрываться постепенно И их перестали как раз-таки открывать вот неделю назад Где-то, да, 18 декабря их перестали открывать Так активно, как было раньше И они сейчас начали закрываться И, похоже, мои опасения, которые я высказывал, что, типа, какой-то крупный игрок мог заходить в позицию в лонг Не оправдались И сейчас эти лонги будут закрываться по рынку и давить рынок вниз Так, по эфириуму, по всем монетам ситуация обручающая Как мы видим, доминация биткоина возрастает Точнее, мы можем посмотреть на CoinMarketCap, по идее У нас доминация биткоина 68,8% Единственное, что я здесь не помню, как это смотреть PTC.D Нет, PTC.D Доминация Доминация у нас возрастает Ну, сейчас вот 70% тут пишет, что 68%, но, тем не менее, все равно возрастает Как раз таки на всех падениях, на всех вот этих скачках Эфириум падает Все у нас падает, все в этом плане у нас хорошо Давайте расскажу, в какие позиции я входил Я входил в позиции по Neo И сейчас я только тренируюсь и вообще... Ауч Только разрабатываю свою торговую стратегию И вообще пытаюсь понять, как я буду крейтить Хочу составить журнал сделок, который в будущем буду уже предоставлять, так сказать, всем Чтобы можно было посмотреть статистику Пока что я веду ее для себя вот в таком виде Где Скрелочка вниз, это вошел в позицию short Скрелочка Влево вошел Ну, то есть вышел из позиции Сам закрыл Скрелочка вниз в short Меня выбило по стопу Снова вошел На самом деле здесь ситуация такая, что я дико радовался в какой-то момент Потому что я решил войти в позицию short от вот этих уровней Которые здесь очертил Это 8.73 там был Да, вот в этот момент И когда он пошел, дошел досюда и у меня сработал ордер И вышел, он не пошел, я так радовался Но, тем не менее, дальше потом выбило по стопу Я решил перезайти по тем же уровням, по которым меня выбило 8.93 И когда мы пошли вниз Я просто помню тот момент, когда я проснулся утром Вижу вот это движение вниз И понял, что вот сейчас примерно мы пойдем вверх Как раз-таки понял почти на самом дне Но из-за моей торговой стратегии я решил не перезаходить Не продавать И тут бы у нас был Но и когда мы уже погресли вот до этого уровня Не до хайов Я бы, скорее всего, перезашел в позицию Вот, мы мог бы здесь Не мы, правда, а я Но, тем не менее 2%, 2,5 Ну, учитывая, что я там торгую сейчас с плечом И такие цифры, которые у меня здесь 40% Это только из-за того, что я Дико рискую и торгую с плечом Что, конечно, не есть хорошо Но, тем не менее И сейчас как раз-таки от уровней Минус 2,80 И получается Это умножаем на 4 3 на 4, 12% Ну, как раз примерно то, что там получается 139, 39% Вот, как-то так я себя вижу Я сейчас тренируюсь Но, опять же, вот то, что произошло там вчера Вот в эти моменты Это не могло меня не радовать И то, что так точно смог предсказать Какие-то прыжки Это действительно меня очень радует Сейчас у меня стоит стоп-лосс В безубыток на 8,73 Там убыток будет 0,05% Потому что комиссия на все эти продажи Перепродажи Здесь тоже смог очень удачно перезайти Это не может не радовать Если у меня все продолжится в таком же темпе Возможно, буду выкладывать ролики чаще Буду больше это стандартизировать Потому что цифры в виде 40% Ну, они, конечно, не могут быть вечными Я это прекрасно понимаю И при росте баланса Эти цифры, конечно же, будут уменьшаться И не будут такими сказочными Но, тем не менее, то, что происходит сейчас Не может не радовать Но, что немножко огорчает Это вот, это даже было Я следил на 5 минутках Время от времени захожу Единственное, что я не рекомендую торговать Вообще на минутках, 5 минутках Потому что это очень опасно Я вначале торговал на минутках, 5 минутках Следил за этими графиками И в итоге проиграл как раз-таки Часть баланса И, в принципе, также хочу отметить Что сейчас 39%, которые я заработал Это с начала декабря Начал торговать я самостоятельно В середине октября 17 октября, если я не ошибаюсь Начал торговать То есть прошло уже 2 месяца И с того момента я нахожусь в минусе Я сейчас не скажу, какой минус Помню, что в прошлый раз у меня было 27% 25% Там на тот момент было в записи 27 уже процентов И от этих 27% я на 27% был минус Сейчас я в минусе, наверное, процентов на 15% Вот, и это, конечно, печально Но, опять же, что я хотел показать Это то, что у нас на Neo образуются гэпы И это не есть хорошо То есть, вот гэп Так, где у нас стрелка, вот рисунок Вот у нас гэп Вот гэп Как бы здесь гэп И это не есть хорошо Значит, объемы не очень высокие Ликвидность не очень высокая Но в моем случае этого хватает И это не супер большая проблема Так как баланс у меня там Не намного больше 100 долларов Вот, не столь критично Так что вот так Ждем падения Сейчас, опять же, стою в безубытке Если продолжится такой же хороший тренд То, возможно, буду брать в управление Пока что, опять же, пока что Эксперименты, эксперименты и только эксперименты Единственное, что я ожидаю сейчас падение Наверное, биткоина Да, да каких цифр, да каких цифр Хороший вопрос Да, е-мое Неудобно частично оказалось Падение биткоина Наверное Топ 5500 Это у нас 6400 уже было Вот я здесь 5600 отмечал Вот, там мы, может, задержимся И посмотрим уже, что будет в тот момент на рынке Было мнение, что мы как раз-таки будем ходить В районе 7700 В моменте, пока у нас там Рождество Кто-то будет покупать Как раз-таки, там, пьяным Но, в принципе, плюс-минус мы примерно это и видим Что мы в этом диапазоне ходим Это у нас какое число? 25 декабря было Но, в целом, с 23 декабря мы снизились Опять же, на те самые 7% И, как бы, это, скорее, продолжение вот этого пампа Как бы, который вполне очевиден был И тут тоже такой памп Не вижу сейчас возможности для такого же пампа вверх Я думаю, он сейчас пойдет вниз Будет даун И, как бы, опять же, ждем, пока у нас закроются все эти шорты Ланги, точнее И мы полетим дико вниз Всем удачи Спасибо за то, что посмотрели ролик Пока-пока